Привет, друзья! Вокруг вопроса о мобилизации в Украине много споров еще с начала войны. Теперь это превратилось в какой-то квест – словить призывника, убежать от военкома. Повестки раздают везде – в ночных клубах, на пляжах, даже на выходе из церкви. Депутат Николай Княжецкий из Порошенковской Евросолидарности недавно написал возмущенный пост по этому поводу. С его слов к нему обратились такие же возмущенные священники. И на самом деле это странно. Власти нас уверяют, что добровольцев в Украине очень много, и ВСУ не могут принять всех желающих в свои ряды. Однако картина во всех без исключения регионах показывает совсем обратно. Военкомы выискивают людей в самых неожиданных публичных местах, а сами потенциальные призывники мало похожи на добровольцев. В ответ на это в ряде крупных городов Украины даже стали появляться отдельные телеграм-каналы, которые в режиме реального времени выдают информацию, у каких городских локаций раздают прохожим повестки. И, видимо, устав гоняться, власти решили пойти еще дальше. В Раде предложили запретить выезд за границу мужчин в 1860 на время военного положения, за исключением тех лиц, которые определяет правительство, у тех, у кого отсрочка. Об этом говорится в законопроекте 7484, который зарегистрирован на сайте парламента. Согласно пояснительной записке, вопрос о порядке выезда мужчин пока регулируется только указом президента, не законом. Соответственно, предлагают добавить в закон новую статью, где будет прописано ограничение на выезд для мужчин 1860 и исключение для многодетных отцов, отцов-одиночек, мужчин, признанных инвалидами и студентов-аспирантов-докторантов. Но так и хочется спросить, а Порошенко, его, дети, ему подобные, готовы на такое подписываться? Или это бояр не касается? Это другое. Пока что бывший президент прогуливается налегке по Лондону. А вот, например, заммэра Киева Константин Усов покинул столицу и уехал на год в США на учебу в Гарвардский университет. В своем фейсбуке он заявил, что уже прибыл в США, где будет год обучаться на факультете государственного управления. Аппликация подавалась еще в 2021 году и все было скоординировано со многими людьми, в том числе с мэром Виталием Кличко, который также стал одним из трех его официальных рекомендаторов Гарвард. Но и это еще не все. Если ранее мужчинам со всей Украины было запрещено выезжать только за границу за вычетом определенных узких категорий, вроде многодетных отцов, то теперь нельзя выезжать за пределы своего города или села. Для перемещения нужно иметь специальное разрешение. Сначала такая информация появилась в Запорожской области, думали, что это исключение. Появилось сообщение ОВАМ. Из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины и связанного с этим режима мобилизации вступили в силу определенные ограничения на выезд территории проживания для категорий военнообязанных. Это касается в том числе процедуры пересечения линии разграничения на въезд или на выезд. Но позже Нарде под слуги народа Александр Федиенко публикует письмо главкома Валерия Залужного о том, можно ли военнообязанным покидать место жительства, по сути выезжать из своих городов без разрешения военкомата. Оно адресовано всем органам власти и военным администрациям на местах тоже. В документе говорится, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома. В письме уточняется, что этот порядок будет действовать при выезде из городов и областей, а также при пересечении государственной границы. И в Генштабе Украины подтвердили вызвавшую скандал информацию о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения военкома. Генштаб заявил, что норма закона Украины о воинской обязанности и военной службе, которая действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военно обязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра, комплектования и социальной поддержки. В целях упорядочения учета перемещенных лиц, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП на выезд за пределы места жительства, места пребывания с момента объявления мобилизации в военное время. Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта, вот так говорится в сообщении. Также в Генштабе заявили, что рассматривается дополнительное уточнение вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью. При этом разрешение дают, конечно же, не всем, а только определенным категориям. Призывникам, которым предоставлено или имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до 1 года, но не позднее даты окончания отсрочки. Лицам призывного возраста при наличии уважительных причин, болезнь или смерть родных и т.п. на срок до 30 суток. Военно обязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на срок до 1 года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку. Военно обязанным и резервистам, забронированным на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия и удостоверения об осрочке, от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время, или даты указаны на выдержку по приказу Министерства экономики Украины о бронировании. В отдельных случаях по решению руководителя Центра комплектования остальным военно обязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с предоставлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток. Пока перечислила, чуть язык не сломала. В общем, условий достаточно, чтобы вы почувствовали, что у вас нет выбора. И как мы понимаем, информация о том, что украинцев прикрепили к своим городам и районам подтверждается. Теперь их, по сути, смогут без справки от военкома завернуть на любом блокпосту или вручить повестку в военкомат, что в принципе уже происходит. Ситуация достаточно спорная и как минимум нарушает основополагающую норму Украинской Конституции о праве свободного передвижения. В военное время нормы Конституции продолжают действовать. Это распоряжение Генштаба и Офиса, а значит Зеленский в курсе. Такие меры по усилению мобилизационных правил свидетельствуют, что с самой мобилизацией все проходит негладко. Это дает разве что увеличение мобилизации, но качество подобных призывников вызывает сомнения. Уже не раз поднимался разговор о том, что подготовка наших военных изрядно хромает. Одно дело, когда немотивированных призывников в действующих частях незначительное количество, и они вынуждены подстраиваться под настроение большинства в коллективе. И совсем уже сложная задача создать эффективное подразделение из мобилизованных, которых насильно загнали в армию и которых в действующих частях станет большинством. А вот негатива в подобных решениях власти отхватят гораздо больше. Для начала это парализует все движение в области. Военкомы теперь имеют право проверять документы у всех мужчин на дорогах, то есть это коснется и водителей. Может привести к социальному взрыву, и уже в соцсетях в обществе начинается вокруг этой темы пожар. В обществе уже все громче задаются вопросом, а где на фронте можно найти детей топ-чиновников. Тем более нет среди воюющих детей чиновников, которые сегодня руководят страной и принимают судьбоносные решения. Война вроде бы и всенародная, но основное бремя нагрузки на себе несут самые бедные украинцы. Социальные сети просто взорвались возмущением в комментариях под постом в фейсбук генштаба ВСУ с заявлением о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкома. Норма об ограничении на передвижение вызвала критику и среди юристов, и экспертов. Они называют это глупостью. Станет бизнес и могут начаться проблемы на фронте. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения. Одним словом, обрушится тыл. Также не ясно, что делать с теми, кто выехал из городов в миллионников. Миллионы людей должны теперь как-то попасть в военкомат, которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Это может привести к серьезной коррупции военкомата. Непонятно, какой перечень причин для отказа в выдаче разрешения. На практике это может закончиться тем, что человеку, работающему на хлебозаводе, например, как сотруднику инфраструктуры жизнеобеспечения, будет позволено пересекать районы, а охраннику хлебозавода нет. Есть юридические и логические несостыковки. Закон, на который идет отсылка в приказе, регулирует только смену постоянного места жительства, что нетождественно с правом временно покидать место жительства. Также в законе говорится, что особый порядок выезда с места жительства вводится в период военного времени, а не военного положения. Среди народных депутатов тоже пронеслась волна непонимания и возмущения. Нардеп от «Слуги народа» Роман Грещук раскритиковал заявление Генштаба ВСУ. Констатировал, что он уже вызвал бунт в соцсетях, сказал, что в таком виде этот приказ реализовать невозможно и сказал, что его обязательно нужно менять. В порядок речения виглядая максимально не ок. И это понимают все, и мы, в том числе, с коллегами. Потому что, если мы говорим не про проживание, а про перебывание, то это станет полностью экономика Украины. И будут две вещи. Або просто все будут плевать на этот порядок, и будут створяться черги на блокпостат, между административными кордонами, або черги в військовых комиссариатах, что ни до чего гарного не произведет. Поэтому вопрос точно нужно будет регулировать и делать изменения в этом законе. Роксолана Пидласа назвала это решение глупостью, которая вызовет социальный взрыв и крах экономики. Нардеп от «Слуги народа» Макс Бужанский считает, что нужно поменять законодательство, чтобы снять запрет мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата. Также он призвал сократить перечень специальностей, по которым женщины должны становиться на воинский учет с 1 октября. По поводу постановки женщин на воинский учет, заверение Анны Малер о том, что это просто так, сеют еще большую панику. Если женщины не нужны армии, нужно сократить перечень специальностей, подлежащих учету военкоматов. Бухгалтеров, например, вычеркнут. А если нужны, то не нужно врать. Время такого недовранья немного. Тем не менее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, несмотря на шквал критики, в том числе и со стороны народных депутатов, подтверждает запрет на перемещение мужчин внутри страны без разрешения военкоматов. Не забывайте, что у нас война. Явитесь в военкомат и станьте на учет. И если планируете покидать свои районы и области, то только с разрешения. То есть, сдавать назад и отменять запрет главком ВСУ пока не намерен. Залужный, в том числе, опубликовал бланки заявлений на разрешение на выезд. Ну, что сказать. Пред выезда из города и села, военнообязанных властью, которая тотально вывезла за пределы страны всех родных, близких, друзей призывного возраста, можно расценивать как спокойный, планомерный возврат к тому, что давно следовало без стеснения вводить в Украине. Крепостному праву. У меня на сегодня все, друзья. Спасибо, что вы с нами и что вы в теме. Держимся, берегите себя и берегите друг друга. Увидимся.